Мешает реклама? Жми на крестик в верхнем правом углу. В пятницу мы встречаемся в прямом эфире радиостанции Юмор-ФМ для того, чтобы поприветствовать всех вас в рамках нашей программы Неформат, которую мы затеяли около полутора месяцев назад, и сейчас она уже набрала ход, набрала популярность, потому что в студии, как всегда, присутствует ее бессменный автор-ведущий Михаил Николаевич Задорнов. Здравствуйте. Ну что, будем начинать следующий наш выпуск, да? Да, у нас большое количество разных сообщений. Мы попытаемся подвести итоги этой недели. Она была очень длинной. Я хочу вам сказать, что мы доступны для СМС-сообщений на 8870. Звоните по телефону 0731 с ваших мобильных номеров, а также вы можете сейчас смотреть онлайн-трансляцию прямую на нашем сайте в интернете. Я хотел бы, Михаил Николаевич, начать наш сегодняшний разговор с политической темы. Так. Она начинает потихоньку угасать, уходить на нет, но, тем не менее, по-прежнему остается в центре внимания различных информационных агентств. Так вот, Интерфакс сообщает, что лишь 23% россиян знают о том, что 5 марта на Пушкинской площади в Москве прошла акция оппозиционеров. Ну, я тоже не знаю. В общем, не попал я в этот процент. Ну, а в чем вопрос? В чем? Вопрос заключается в том, что, казалось бы, общественное мнение так всколыхнули вот эти выступления за отмену результатов выборов, за честные выборы, за то, чтобы отменить вообще институт, может быть, президентство и так далее. Были совершенно разные лозунги, но, может быть, не было лозунгов главных, и, может быть, поэтому люди не слушали. Знаете, Максим, дорогие радиослушатели наши, мне лично вот это все не нравится. Почему? Ну, вот, конечно, наши власти, они очень умны, и я, по-моему, об этом уже говорил, они замотали недовольных реально и конкретно. Вот только наши могли, я повторю эту фразу, но я ее горжусь, могли устроить наши власти, системно мыслящие, обученные в правильных институтах советских, могли устроить сфальсифицированные митинги в защиту сфальсифицированных выборов. Но вот это умение замотать тему, кстати, даже мои любимые, я ЦРУ называю ЦРУ, даже ЦРУ в недоумении, потому что вот тут митинг недовольных, а вот рядом митинг довольных, а чуть подаль митинг довольных недовольными, а тут недовольных довольными. И народ растерялся, куда идти. Но, что мне не нравится в этом вопросе? Ну, хорошо, ты оппозиционер, мне тоже многое не нравится, но бороться сегодня, выходить на площадь за отмену выборов, это вообще чушь, все прекрасно понимают, что этого не будет. Когда я об этом говорю со сцены, меня поддерживает зал. Бороться надо сегодня, если выходить на митинги, то конкретно что-то требовать, не против чего-то, что вы хотите. Вы хотите пересмотреть результаты выборов, ребята, вы понимаете, что это нереально, вы понимаете, что многих организаторов спонсируют в этом смысле, а попадаются искренне недовольные. Есть тема четкая. Добиться сегодня у власти, которая немножко вздрогнула и которая не может не пойти на уступки народу в данный момент, народам добиться победы в чем-то самом-самом важном. А что я считаю самое важное на сегодняшний день? Не пересмотр результаты выборов, а отмены реформы образования. Отмены того, что чмырит нашу молодежь, что кошмарит нашу молодежь. Максим, я сейчас был в нескольких городах с концертами в Липецке, ко мне зашла за кулисы девочка, ну такая сдавшая ЕГЭ только-только, вот выпускница школы, и спрашивает, а вот вы куда едете из Липецка? Я говорю, в Ростов-на-Дону. Она подумала, спрашивает, а Ростов-на-Дону это где? На Волге. И, ну хорошо остальные, хорошо засмеялись, ребята стоявшие вокруг, но это не единичный случай. Вот подслушанный мною разговор, где, боже мой, а, в Воронеже. Две девчонки разговаривают в кафе. У тебя какой IQ? А вторая говорит, у меня нет IQ, я айпадом пользуюсь. Я говорю, а я скайп, у меня тоже IQ нет. И страшные, многие родители даже не представляют, что сегодня сделали с их молодыми людьми. Смотрите, в ГИТИС поступают абитуриенты. Вопрос, скажите, чем отличается Большой театр от Малого? И абитуриент говорит, размером. И, между прочим, и не возразишь. Студент на первом курсе. Вопрос, кто такой Станиславский? Почесал репу, говорит, ректор нашей академии. Он говорит, Заславский ректор. А я вас про Станиславский. Он говорит, заведующий кафедрой. Кто написал пьесу Ромео Джилетта? Ответ студента Гамлет. Это мне присылают сейчас педагоги вопрос-ответ, который они в ужасе. От тех случаев, которые происходят на изна. Они мне жалуются. Жить в стране, в которой некому, пожалуйста, строим как сатирику, бесперспективно. Про декабристов. Кто такие декабристы? Те, у кого день рождения в декабре. Это, значит, ответы сегодняшних студентов. Кто изображен на 100 долларов и купюры? Кутузов. Что сказал Гагарин? Популярное слово. Чесал, чесал репу и ответил, понаехали. Москвич типичный. Гагарин, первопроходимец в космосе, кто-то ответил. Полезные ископаемые, назовите. Вопрос в одном из финансовых учеб... Сейчас же их как собак, не как блок на нерезанных собаках. Вот этих финансовых академий, которые готовят менеджеров. Полезные ископаемые в России. Какие знаете? Картошка, морковка. Это мне присылают учителя. Максим, есть такая передача, страшно красивая. Моднявки со всей России съезжаются для участия в этой передаче. Им задают вопросы. Перед тем, как отобрать участниц. Что они несут? У одной спрашивают. Скажи, сколько знаешь континентов? Она говорит, я не знаю, но экватор проходит как-то так. И себе, значит, показала как-то вокруг экватора, собственно. В анкетах одна написала. Я чуткая и проницаемая. Вторая написала. Я очень обонятельная. То есть воняет конкретно чугиха. Третья. Я скромная, местами привлекательная. Я понимаю, что не вся молодежь такая. Но я получаю письма на почту. И я сразу узнаю, что пишет молодой. Как по ошибкам. Я не очень был грамотнее. Но слово сейчас я писал вместе. Очень многие сегодня пишут раздельно. В слове борщ одна умудрилась сделать четыре ошибки деваха. Через П. Борщ. Сум вместо борщ. Они решили, многие, что албанский язык это то, как надо писать. Это прикол албанский язык. И когда они мне пишут, мужчина по расчету через два ща одно слово и второе. И я у пацана одному говорю, ты представляешь, что твоя деваха написала? Он говорит, она дурная, что ли? Мужчина одно ща, а не два ща. Но такие перлы существуют. Михаил Николаевич, но если говорить вот о тех городах, которые вы за эту неделю посетили. Пенза, Тамбов, Липецк. Они как-то объединены между собой? То есть везде настолько все плохо? Они объединены черноземом. И вот что интересно, то что города, в которых нет нефти, газа и металла, они лучше развиты. Вот, например, Тамбов. Красивый город. Люди работают. Лучше образование. Раз работают, значит, родители воспитывают детей, а не минобразина воспитывают. А как только есть Бенза, интеллигентнейший город, там еще теплятся знания даже у молодежи, там не закошмарили. А приезжаешь в Липецк, там металл, нищета. Люди с трудом собираются на концерты, мало ходят в театры, даже на гастроли. И я это же заметил и в сибирских городах, Курган. Чиновники проезжают мимо этого города, они и знать его не хотят, там ничего нет для них. Хороший город. Вы знаете, интересно, в Тамбове почти нету надписей на английском языке. Вот этих надписей уродов нет. В одном месте только я прочитал фастфуд, я проехал по всему городу. Эльдорадо, на русском языком. Бирка Хаус. Но все равно прикольно, Бирка Хаус. А остальные, сказка, кафе. Легкий шаг обувной магазин называется. Быстро деньги, пункт обмена. Так и называется. Быстро деньги. Магазин фишка. Рубль бум. Какие-то названия очень интересные, завлекающие. Мне вообще очень понравился Тамбов. Я вам должен сказать, что тамбовчане, конечно, молодцы. Во-первых, они отстояли, что их надо называть тамбовчане. Тамбовцы им не нравилось, потому что там есть слово овцы. И как они это отставили? Они 10 лет упорно говорили, что они тамбовчане. И правящие органы, и администрация признала, что они тамбовчане. Впрочем, до того доходило, что люди, фотографируясь на приветствие дорогие тамбовцы, закрывали с собой тамб, и получалось, дорогие овцы. И сегодня, говорят тамбовчане, народ может добиться того, что считает нужным добиться. И я хотел бы, чтобы сегодня, и я призываю, если вы хотите митинги устраивать, давайте выходить на митинги, чтобы было реформировано Министерство образования, чтобы был культурный министр, министр образования, просвещение и образование, как раньше. Просвещать надо, просвещение от слова свет. Светом надо наполнять молодежь. Вот чего сегодня надо на митингах. А что отмены, выборы, ну что? Причем, если мы будем бороться за образование, мы явно победим. Нас больше, нас намного больше. И американский обком не будет за нас. Он бабок на это не даст. Они там не хотят, на Западе, чтобы мы были просвещенными и образованными. Вот, а что, на мой взгляд, сегодня самое главное? А что эти все разговоры, что выборы фальшивые, ну кто их будет пересматривать? Да никто. Надо работать с существующей властью. Дорогие друзья, 0731 номер телефона нашего прямого эфира. Мы вернемся в студию через несколько минут. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья, все, кто к нам только что присоединился. Вы слушаете программу «Неформат» в эфире Юмор-ФМ. В студии Михаил Николаевич Задорнов. И помогаю ему вести эту программу я, Максим Забелин, я продюсер Юмор-ФМ. У нас есть звонок из Владимирской области. Это Михаил. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, Михаил, мы вас слушаем. Здравствуйте, Михаил Николаевич. Здравствуйте, уважаемый ведущий. Я просто ваше имя не знаю. Я, естественно, не по сегодняшней теме. Просто я бы хотел узнать у Михаила Николаевича мнение, что он думает по поводу изменения погоды на планете. Потому что зимой обильные снегопады, ледяные дожди, понижение температуры зимой и повышение лета. Так как он окончил Московский авиационный институт, насколько я знаю. Да, тема очень грустная, потому что климат меняется из-за того, что человечество производит гораздо больше, чем потребляет. И производит намного больше всего. И продуктов, и сельхозпродуктов, и мяса больше. И для этого требуется вырубать леса, гадить в атмосферу и засорять землю, засорять водоемы. И это хорошо не кончится. Поэтому, когда какой-то новый правитель приходит к власти в России, я слушаю, что он скажет. И не могу дождаться того, что мне хочется. Сначала должен сказать новый наш правитель, мы должны провести субботник в тайге. Мы должны прибрать тайгу и запретить вырубку леса. Несмотря ни на какие бабки от японцев или от китайцев. Потому что, если мы добьемся пересмотра результата выборов, ребят, ничего не изменится в лучшую сторону. Как плохо жили, так и будете плохо жить. При том образовании, которого у нас сейчас нет, придут другие недообразованные, которые не поймут, что надо беречь тайгу. Там есть кедр. Кедр в тайге это легкие земли. Если мы пересмотрим результаты выборов, это ничего не даст. Потому что легкие задохнутся, и планета задохнется. Есть два легких. В Канаде и у нас в Сибири. Канадцы кое-как еще берегут свое одно легкое, а мы нет. И то же тему, которую вы затронули, хорошо, пускай это будет юмористическая передача. А почему не говорить о серьезном в юмористической передаче? Соус у нас юмористический, а смысл должен быть серьезным. И я сегодня говорю, экология образования, экология души, экология нашей природы. А возвращаясь к образованию, только образованный человек может понять то, что я сейчас сказал. Армия при сегодняшнем образовании молодежи опасна внутри нашей страны. Если приходят молодые люди в библиотеку и говорят, мне нужен Селлинджер над пропастью моржи, а другой говорит, мне нужен Чехова рассказ Скорпион, а третий спрашивает, о роли танковых войск в войне 812 года, а еще один, есть ли у вас биография кабачков и баклажанов, они не знают, как употребляют слова. Дайте мне какую-нибудь книжку про круглых рыцарей за столом. Вот у меня тут записано Гоголь, Таразе, Бубель, покойник звонит в колокол, покойник звонит в колокол. Это собирают библиотекари наши и библиотекарши, наши оставшиеся, родимые наши, образованные люди. Представляете, в каком они ужасе от этого. Да я сам был свидетелем, когда вот там в Ригу пришел человек, парнишка, перчик такой молоденький и говорит, мне этот фанвизин водоросль. Это, 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 понимаете, что Минобразина под руководством министра Фурсенко выращивает водоросли на сегодняшний день в любой стране. И вот к чему я веду, в любой стране, где есть демократия, очень низкий уровень образования, очень. Вот почему нам нужен низкий уровень образования, потому что низкий уровень образования гарантия демократии. Выращивают глаупенов и те не понимают, что с ними делают тырлы. Ну, это я должен же сострить хоть как-то, потому что ведь тема-то серьезная, а мы же на юмор вэм вроде как выступаем. Я вспомнил по поводу большого субботника, о котором вы сказали, что нужно прибрать всю страну, ведь недавно наш вновь избранный президент Владимир Путин заявил, что он готов носить бревно на субботнике, как Ленин. Ну, хорошо, мы подвезем бревно, но если он это сказал, значит, он уже готов услышать от нас предложение, все, ведь в чем Путин интересен, вот мне, по-настоящему, он хочет людям нравиться, и это видно, он хороший артист. Когда он вышел на сцену и закричал, мы победили, ну, классный артист, серьезный, хорошее образование, ему нравится успех, поэтому он говорит нештампованно, он не говорит этими юридическими словонаворотами, от него вы никогда не услышите там дипломатические сношения, вот допустим, да, как юристы говорят, или там международный койтус, вот он не употребляет этих слов, он говорит, надо чиновникам мотышить, как святой Франциск, и те в зависии полном зависают со своими айпадоблудцы, зависли, блудить начали, айпадоблудцы, и я думаю, сегодня правительство, сегодня надо заставить их делать то, что надо народу, первое, образование, тогда можно пересматривать результаты выборов когда-нибудь, выборы будут другими, придут образованные, откуда они возьмутся сегодня, из водорослей, которые фанвизи на водоросли спрашивают, а еще одна пришла моднявка, гламурка, из социального нового нашего слова, гламурло, я называю, и говорит, этот, автор, по-моему, близдик, близдик, анти, ну, все зависли, близдик, а как называется произведение, говорит, что-то на хуторе, нормально Гоголя назвать близдиком анти, но они же все сдали к ГГГ, как, скажите, что за автомат робот Фурсенко, который не видит и не слышит всех жалоб, который стон идет по всей России, некрасовский стон идет, Николай из Московской области звонит нам, Николай, здравствуйте, 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 правильно говорит, что надо грамотных, надо учиться, но надо, не важно, как ты учился, важно, как ты работаешь, когда ты отучился на эту специальность, как сказал Путин, говорит, я не буду прыгать через головы, да, я не помню, никого не буду, даже если он, они не будут работать, да, руководители, ну, что за руководитель, если он, я, у меня не работает руководитель, ты, получаешь деньги, он не работает, не делает свою работу, ну, я этого не слышал, но, конечно, но дело в том, что образован ГГ лучше работает, в той же моей любимой Америке, вы же понимаете, если Задорн про Америку не сказал, вроде вы вообще зря слушаете это все, что мы сейчас говорим, в той же Америке там образование, вот, что хотят сделать из нашей молодежи, чтобы, если он врач по правой ноздре, чтобы он ничего не знал, что в левой делается в этот момент, а насморк в двух ноздрях, американские врачи, они, как на конвейере расценивают человека, они, как собранного из гаек, вот эта гайка разболталась, они не знают, что почки связаны с горлом, и поэтому они лечат ненадолго, они лечат бесконечно людей, бесконечно впендюриют им лекарства, образованный человек лучше токарь, потому что он понимает смысл своей жизни, а эта гайка, человек-гайка на конвейере, она выгодна только нашим сегодняшним менеджерам, я вообще удивляюсь, как Фурсенко держится до сих пор, ну вот, пускай мне хоть один ответит, он совсем друган, что ли, чей-то, что это такое, надо объединяться против этого, нам надо добиваться победы, давайте звонок или что там еще. Давайте прервемся ненадолго, у нас сейчас небольшая рекламная пауза, после которой мы вернемся в студию, напоминаю вам, 0731 номер для ваших звонков, 8870, ваше смс-сообщение, онлайн-трансляция доступна на сайте веселаярадио.ру. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья, вы слушаете программу «Неформат» с Михаилом Задорновым в эфире радиостанции «Юмор.ФМ», Михаил Николаевичу помогаю программу вести, я Максим Забелин, я продюсер радиостанции, выполняю такие модераторские функции, употребляю такие слова в вашем присутствии. Да-да-да. Но это тоже такая суть. Хорошо, вы топ-модератор. Топ-модератор, да. Михаил Николаевич, нам приходят сообщения на 887. Очень интересно, какие. Да, и среди них есть очень интересно, это правда. Вот, например, из Липецка пришло сообщение, что моя начальница из Липецка говорит «Откуда вы?» и мы вам позвоним. Ой, ну это... Слушайте, ну а сколько людей говорит «Я извиняюсь»? Уже 90% говорит. А ведь «Я извиняюсь» говорить-то неправильно. Это значит, я извинил сам себя. То есть, сказал «Я извиняюсь», дал в морду, я уже сам себя извинил. Михаил Николаевич, я, конечно, извиняюсь, но тут есть еще сообщение. Ну а дальше давайте, давайте, да. Да, так вот, как вы относитесь к концу света? Много сообщений на этот счет из Воронежской области, из Санкт-Петербурга приходят. Мы говорили об этом неоднократно. Есть сообщение на этот счет, что на полном серьезе мэр одного бразильского города готовит население к концу света. Он считает, что это все правда. И город находится на 900 метров выше уровня моря. И он начинает его полностью устраивать как крепость, бастион. Они там начинают что-то, какие-то работы по возведению стены против великого цунами. Это на абсолютном серьезе пришло новое. Конечно, стена спасет от конца света, безусловно. То есть, человек понял, где бабки нажить можно на идеи конца света. Вообще, на идеи конца света наживают бабки. И мне жалко в этом смысле. Знаете кого? Вот, например, Абрамович судится с Березовским сейчас. Мне их так жалко. Представляете, вдруг наступит конец света, сообщает, сейчас конец света, через 7 минут. Как они будут суетиться, думать, куда бабки вложить, чтобы за 7 минут прибыль получить, чтобы обустроить потустороннюю жизнь. А нам чего волноваться? Кстати, мои любимые американцы выпустили инструкцию, как встречать конец света. И там вплоть, что если вы за рулем, надо выйти из машины и встречать стоя. И не встречать с орденами, не вывешивать к концу света ордена на грызь. Можно посмотреть, в интернете где-то болтается эта инструкция с моей подачи, с моего концерта. Что там еще есть? Да, у нас есть, чтобы подытожить тему, вопрос от Сергея из города Воронеж. Сергей, здравствуйте. Сергей, здравствуйте. Я вчера из Воронежа приехал. Добрый день, Михаил Николаевич. Добрый день, Максим. Ну, действительно, во-первых, хочу сказать, что не с чем серьезно поговорить, кроме с сатириком. Ах, да, это грустно, грустно, да. Почему вам руку за смелость и видела ваш новогодний этюд про Медведева? Ну, вы, пожалуй, единственное, кто смеется сказать, что ему пиджак на два размера больше плеч. Шварц-Эгеровский. Ну, просто... Очень похвал. У нас по образованию. А может быть, действительно, вам со своим авторитетом и позорливым умом попробовать выйти на Путина? Меня не пускай. Идея хорошая. Идея хорошая. Открыть глаза и сказать, Владимир Владимирович, у вас два пути. Первое, это, значит, одебиливание масс и мы становимся демократами, американцами, 130 килограмм на душу веса. И все-таки сохранить русский стержень и так далее. Я прислушаюсь к вашему совету. Идея хорошая. Но дело в том, что я уже пытался это делать, причем засылал такие малявы, скажем, начинающиеся. Мне от вас ничего не надо. Ни денег, ничего. Я хочу предложить. Но, видимо, это настораживает. Видимо, они думают, что я хочу, но много денег в этой ситуации. Но, знаете, пока ни ответа, ни привета. Когда я написал на блог Медведева об образовании, блог этот вышибло на весь день. Видимо, много комментов навалилось, пока не засекли его. И надо было вычистить это все. Пока мне это не удается организовать. Как мне предлагают партию, я, естественно, не буду, потому что это меня ухайдакает. А вот кто-то из лидеров должен появиться. Если какой-то митинг образуется в Москве, да, конечно, я пойду, если речь пойдет об образовании. Бесспорно. А чтобы вас повеселить, вот еще моя наблюдашка тоже у этой гламурки из телевизионной передачи спрашивает, кто такой Наполеон. Она говорит, я не очень шарю в истории, но у Наполеона была такая же треуголка, как у Бонапарта. Ответила она, ну, куда нам, ну, вам, вам, когда молодежь, такие знания у молодежи, скажите, вам всем не все равно, кто у власти? Вы хотите сменить власть? Сделайте образованную страну в Китае, учитель получает больше военного. И это со времен Конфуция. Были, были перегибы и у них, бесспорно, но возвращались к Конфуцию, к мудрецу. Говорят, Путин увлекся Конфуцией. Не знаю, вполне возможно. У нас есть, кстати, новость недели, да, Владимир Владимирович начинает проявлять какую-то инициативу, и, по-моему, одна из главных новостей этой недели, давайте сейчас ее послушаем. Давай. Готовила Маша Белкина, шеф-редактор нашей службы информации. Михаил Николаевич, я вижу просто, как вы реагируете на которую мы специально собрали. Да нет, мне понравилось. Вы упаковали от Путина сообщения в такой рекламный блок, что мне уже нечего комментировать. Вот тут лекарства, 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 сообщения от Путина и лекарства, лекарства, лекарства. Все. Вы сами все прокомментировали этим. Но тем не менее, длинные майские праздники. Страна этого ждала или... Ну, страна лоботрясов. Ну, еще радуются, что у них праздников много. Я же рассказывал об этом случае, повторю для тех, кто не слышал, когда на майские праздники на 6 мая приехали мои любимые америкосы, но из не тупых, делать бизнес. Приехали, а Москва пустая, а они ездят всюду, им говорят, мы не работаем праздник. Какой праздник? 6 мая спрашивают они. Он говорит, как? 1 мая. Как можно 6 праздновать 1? Спрашивают америкосы. А они говорят, так еще 9 впереди. И до какого вы будете? Ну, где-то до 14-13. Ну, как может жить? А сейчас еще узаконили. Как может хорошо жить страна, которая хочет все время веселиться? Мне это не нравится. Ну, я ничего сделать не могу. Могу только об этом тыкать в лицо лоботрясам, кто они есть на самом деле. Мне кажется, что это... Люди могут там покопаться в земле, поковыряться в черноземье, о котором мы говорили сегодня. Знаете, а по-моему, это все-таки очень популистские такие меры. Вот народу нравятся выходные. Вот давайте я пока вам подлежусь тем, что сделаю больше число праздников. Есть еще одна тема, с которой можно очень подлезаться к сегодняшней интеллигенции во всей России. В программу снос ветхого жилья включить Дом-2. Праздники Дом-2 снесли. А вот в моем теперь за последнее время полюбившемся мне городе Тамбове на Черноземе работают сельскохозяйственные компании, называют себя колхоз или сходником решают, кто главный. То есть действительно настоящая демократия и действительно там выращивают что-то, создают продукт какой-то. Ой, так интересно, в Тамбовске когда-то были самыми такими серьезными, крутыми пацанами. Их, они крышевали разные города, их отовсюду повыгоняли, кого-то посадили, и они приехали в свой родной Тамбов, в свои родные деревни. Эти деревни, Максим, бит, там брусчаткой упакованы дорожки, фонтаны, амурчики. Такие стоят терема, заборы, чудо какое-то. Вот так надо облагораживать землю свои, трудом, собственно, а не выходными. Друзья, мы вернемся в студию, через несколько минут оставайтесь с нами. Вы слушаете радиостанцию Юмор.ФМ, программа неформат продолжается. Телефон для ваших звонков 0731 со всех мобильных 8870. Это номер СМС портала, онлайн-трансляция сейчас доступна на сайте веселая радио.ру. Мы продолжаем разговор, который подводит итоги этой недели. В студии у нас Михаил Калаевич Задорнов, и я хочу одну новость процитировать, она довольно забавная, интересная, посвящена следующему. Краснодарский чиновник решил жить целый месяц на прожиточный минимум. Как известно, он составляет 6,5 тысяч рублей. Так вот, его зовут Дмитрий Жартовский. Это заместитель главы Тбилисского района Краснодарского края. Ему орден надо дать за отвагу. Меня здесь смущает Тбилисский район, то есть там это смешно. Тбилисский район Краснодарского края? Да, столица Тбилиси, похоже, там в этом районе. Так вот, он говорит о том, что результат эксперимента я не могу предсказать. Может быть, на 15-16 день я и откажусь от него, а может и 30 дней продержусь. Важно то, что при подсчете выяснилось, что если исключить траты на коммунальные услуги и непродовольственные товары, то Жартовскому останется на еду, собственно, на питание 2193 рубля. Ну что, вполне, 3 рисинки утром заварить, вечером компот из одной рисинки и суши из 5 рисинок. Нормально. Мне понравилось, когда он, знаете, в одном интервью сказал, что ему интересно, как он протянет. Да я ему отвечаю, он ноги протянет, если он будет так дальше. Такой эксперимент на 2000 и жить. Я вот здесь быстро-быстро пролистал сообщение и нашел одно по поводу суши. То, о чем вы сказали. Так вот, глава Роспотребназора Геннадий Онищенко посоветовал россиянам перестать увлекаться суши. Цитирую, прекратите увлечение суши. На уровне генетической памяти мы никогда не ели сырую рыбу. Ну, мы, наверное, имеется в виду россияне. Для вашего желудочно-кишечного тракта это испытание. Об этом заявил Онищенко в эфире радиостанция «Москвича». У меня нет тракта. Что это за выражение? Как можно говорить русскому человеку на таком корявом языке? Я должен сказать, что если его первая фраза достаточно правильная, что не надо есть суши, то дальше он совершенно неверно аргументирует это. Причины вредности суши в другом. Не в сырой рыбе. Ели в Сибири всегда строганину, что он ерунду говорит. Русские не стеснялись есть и славяне. Сырую замороженную рыбу. Это неправда. Но другое. Соевые соусы, которые подаются к суши, вот что вредно. Это же из концентраторов. И когда наши пацаны-кореша подсели конкретно на суши, мы сейчас суши будем с сашими, они все раздулись, и фигурами стали похожи на дирижабли. А им еще стали подражать менты. Сейчас же менты тоже верят, что они полицейские. Значит, вискарь жрут, суши едят, раз полицейские. Их всех раздувает. Потому что еще плюс горчица это. Вот что самое вредное в японской кухне для нас. Тем более, что японцы для нас делают особую кухню. Они менеджеров готовят, для европейцев особо вредных суши делать. Потому что нам же нравятся другие. Знаете, как наши приехали в Японию, говорят, ну что за суши. Вот у нас в Красноярске суши, это суши. А в Японии так, шваль какая-то, шлоида. Не умеют японцы, в отличие от наших красноярских поварих, готовить суши. Так что, Анищенко, надо жизни у простого народа учиться, а не у кишечного тракта. Михаил Николаевич, я позволю себе зачитать сообщение с 8870. Пришло оно к нам из Москвы, но, видимо, человек путешествует, поэтому он пишет следующее. При въезде в город Рязань стоит рекламный щит. На нем приглашение. Посетите нашу русскую баню. И нарисованы три синих пингвина. Представляете, пишет Сергей. Я видел это. Я видел. Я видел, просто я не стал комментировать. Но это... Нет, ну, знаете, у меня такая коллекция того, что я видел. А тут мне один написал про пингвин. Ой, тут мне из Америки письмо написал один наш компьютерщик. Наши же туда попадают, у них процессор работает побыстрее, чем у америкосов. Я не знаю, что с вами будет. Есть такой писатель. Сатирик Задонов, он предупреждает. В одном из американских городов из зоопарка сбежал пингвин. Вот это завязкой такой комедии нигде, ни в одной стране, как в Америке, не будет. Готовы, да? Полицейским, чтобы они поймали пингвина, выдали фотографии этого пингвина. Они будут ходить и сличать, если найдут пингвина. Это тот пингвин? Или не, да, такие копы америкоские? Повернитесь в профиль. И наши скоро такие. Повернитесь в профиль. Не, не сходится. Будем искать другого пингвина, говорят они. Вы представляете, и наши ведь скоро такими же станут, с их важностью. Но один мне написал, пишет, Ленин должен перевернуться в гробу. Я работаю, я теперь полицейский написал, но я работаю в полицейском отделении Ленинского района. Полицейском отделении Ленинского района. Михаил Николаевич, у нас есть звонок. Вячеслав из Мичуринска нам звонит. Вячеслав, здравствуйте. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Слушаем. Здравствуйте, Максим. Михаил Николаевич, добрый день. Здравствуйте. Рад вас слышать в эфире. И я ваш радостный голос рад слышать. Михаил Николаевич, я вас вообще-то... Не любите, да, я понял. Но дальше. Нет, я вас всегда слушаю. Да. И на РНТВ, и везде. Я ваш кубер. Ой, вы мой кубер. Ну, отныне я к вам хорошо отношусь. Ну, что... Вот, Михаил Николаевич, во-первых, вопрос. Вот с вашими познаниями, вашими возможностями, вам необходимо было бы на данный выбор баллотироваться президентом России. Почему вы не баллотировались? И желаете... И будете ли вы баллотироваться на следующий срок? Нет, ну, я часто получаю вопросы эти. Да, я уже много раз говорил об этом. Во-первых, я не могу предать свои способности. А я человек способный. В политике идут люди, ни на что более не способные. Конечно, бывает исключение. Но очень редко. Все-таки Деголь был политиком, а большинство сегодня политиканов. Это первое. Во-вторых, я ничего не смогу сделать там. Меня угробят мгновенно. Я лучше повлияю на взгляды других людей. Я вообще считаю, что сегодня... Вот я говорю много об образовании, сегодня важнее. Это новое точка зрения, направленное в будущее России. А без этого невозможно быть в политике никаким политиком, ни президентом. Во-первых, я, например, считаю, что надо переименовать президент. Ну, что такое в России президент? Ну, стыдоба. Знаете, в том же Тамбове у меня сегодня все время рефренд Тамбов. Знаете, как мэр называется? Глава города. Правда, этот глава города ушел с моего концерта. Он не выдержал, когда я стал говорить про единую Россию. Но это, честно говоря, ему плюс. Потому что он искренне любит свою партию Единой России. Я как раз больше считаю, надо высмеивать тех, кто голосует за Единую Россию просто из-за того, что это выгодно. А он действительно любит. Он, когда я стал смеяться над Единой Россией, он покраснел, побагровел и вышел. По-моему, Кондратьев его фамилия. Ну, что, честь ему и хвала. Значит, он верит в то, что эта партия спасет Россию. Правда? К приезду Путина в городе Тамбове. Я же все-таки сатирик. Знаете, что сделали? Освежили снег. И это известная история. Стали подвозить из леса снег и обочины грязные, снежные, заваливать снегом. И пацаны ходили, говорили, а в зеленый красить не будете. Я не знаю, глава города это или нет делал, но если это делал он, то я понимаю, почему он ушел с моего концерта. Друзья, мы вернемся в студию через несколько минут. Сейчас небольшая короткая пауза. Встретимся на юморах. Продолжается прямой эфир программы Неформат. Вы можете звонить нам 0731 либо писать 8870. В студии подводим итоги этой недели. Михаил Николаевич Задорнов. Прямой эфир. Ему помогаю вести программу я, Максим Забелин. У нас есть еще одна новость этой недели. Она, по-моему, замечательная. Касается она итогов Евровидения. А, Бурановские бабушки? Да, точнее, не Евровидения, а итогов отборочного тура, конечно же, Евровидения. Михаил Николаевич, я предлагаю сейчас нам послушать фрагмент выступления Бурановских бабушек и после этого поговорить о том, о чем поют старушки. С удовольствием, я это слышал, пускай все послушают. Неформат на Юмор.ФМ Неформат с Михаилом Задорновым Хочешься на шомпоте, но хуммия на шомпоте. Молыздьёны кактёя, но шомпотоне бачилны, мылы tradedны кактёя, но шомпотоне. Не формат на юмор FM Ну что, Бурановские бабушки не формат. А сегодня, когда говоришь не формат, это значит, ты признаешь за кем-то талант. Я очень доволен, что они поедут, и не важно, какое они займут место. Конечно, жалко немножко Диму Билана, потому что он как бы руководствуется успехом Путина. Себя тоже на третий раз решил выдвинуть на Евровидение. Но он не учел, что в шоу-бизнесе всегда побеждают бабки. В этот раз победили Бурановские бабки. Но Дима не теряет еще надежды, потому что он даже где-то в интервью сказал, что они уже в возрасте, а через два месяца это все. Может быть, ему все-таки и удастся поехать. Хотя, говорят, там два состава едет. Но некоторые считают, вообще я такие слухи вот собирал, поездив в Россию. Некоторые мне говорили по секрету, что дело в том, что Бурановские бабушки вступили в партию «Единая Россия». А в комиссии был чур. И поэтому их, значит, сделали победительницами. Но недавно я узнал из очень достойных источников, что Иран тоже выставил группу в противовес нашим Бурановским бабушкам. Будут называться «Урановские дедушки». Доказывающие, что никаких разработок там нет, только дедушки. Только дедушки в Уране. А многие, кстати, америкосы путают Иран и Уран. Они думают, что это одно и то же. Они думают, что это взаимосвязано. Помните, да, этот старый анекдот, как... Не знаю, как точно, правильно написано «Иран» или «Ирак», да? Или «Ирак», да. Да, Михаил Николаевич, у нас есть звонок. Нам звонит Валерий из республики Коми. Здравствуй, Валерий. Здравствуйте. Как звать тех, кто живет в Коме? Называют жителей Коми? Просто жители. Здесь основные... Ну, Комики, Комичане. Ну, неважно, проехали. Коми, Коми, национальность Коми. Спасибо, да, я не знал. Ну, да. Да, мы слушаем вас, пожалуйста. Михаил Николаевич? Да. Здравствуйте. Это беспокоит вас военный пенсионер. Да, здравствуйте. Валера. Валера. Три Комики Коми? Пусть фильма. Я хотел бы узнать ваше мнение, подсиняться, хотя бы над этим. Да. Вот приняли закон, понижающий, говорили пенсионеров, на 42% минимум. И в течение каждого года будут прибавлять пенсию на 2%, и это займет 23 года. Вот что будет с теми, кому сейчас 60 лет, 70? Что будет с Бурановскими бабушками, Михаил Николаевич? А я вообще не понял, что такое приняли понижающий закон? Что понижать закон? Ну, имеется в виду следующее, что повышение военных пенсий будет происходить не сразу, единовременно, а в течение нескольких этапов. Валерий говорит о том, что в течение 23 лет по 2% будут прирастать военные пенсии, и того на 46% должны, по идее, если ему верить, вырасти за ближайшие 23 года. Вот что будет с Бурановскими бабушками? Комичная ситуация для коми. Нет, ну что, ну я уже не могу это комментировать, я уже устал от этого. Давайте что-нибудь повеселее, потому что, ну, грустняк овладевает моим внутренним миром, моим желудочно-кишечным трактом, выражаясь языком Онищенко. Ну, если у нас, Михаил Николаевич, с военными вот такая история, я надеюсь, на самом деле, что, может быть, вы не очень правильно поняли, индексация все произойдет, все будет хорошо. Я думаю, что что-то не так понято, потому что вряд ли такое возможно. Я не очень верю. Я думаю, что это в народе часто неправильно трактуют что-то. Я так думаю. Ну, будем надеяться на лучшее. Так вот, есть у нас информация о военных в Словении. Там произошла довольно интересная история. Новость пришла из Любляна и дает нам ее и тортас. Посетители официального сайта парламента Словении вчера ночью могли прочесть весьма необычное объявление. Уведомление о предстоящем заседании Совета Законодательного Собрания Страны говорило, что в ходе сессии будет рассмотрен вопрос о назначении актера Чака Норриса на должность главы Генштаба Вооруженных сил Словении. Я думаю, пенсии были бы сразу. Вот, да, он бы выбил их. Выбил хороший пенсий. Примечательно, что с именем Чака Норриса связана и другая история, активно привлекающая внимание. Дело в том, что в столице Словакии имя звезды боевиков может быть присвоено пешеходному и велосипедному мосту через реку Мараву. Это действительный факт. Так что, возможно, вполне, что Чак Норрис скоро станет... А Чак Норрис что, из Словении родом? Нет. Нет? Я думаю, нет. Может быть, Нунчаки родом из Словении, но не Чак Норрис. Ну, что вам сказать? Я думал, только у нашего народа крыша поехала. Оказывается, нет. Наши братья Словении тоже туда же, под ту же крышу. Нет, ну это вообще сильно. И еще надо на герб Словении вынести Чака Норрису. Он там мауаши делает. Йокогири. Прекрасно. У нас есть, если уж по Европе коротко пройтись, несколько новостей интересных. Вот, в частности, зная о вашем отношении к Ватикану, к доброму, пришло сообщение следующее. Папа Римский заказал себе персональный аромат у известного итальянского парфюмера. Итальянский парфюмера Сильвана Козоли создала новый аромат специально для Папы Римского Бенедикта XVI. По словам Козоли, она заключила с понтификом соглашение, согласно которому не может раскрывать весь список ингредиентов, но туда входят ноты липы, вербены и травы. Здесь новость заканчивается, потому что не очень понятно, какой именно травы входят ноты в состав этого запаха. Ну вот, что вы думаете о том, что Папа Римский Бенедикт XVI пользуется духами с запахом травы? С травкой. Да, с травкой. Вот так прямо будем говорить. Не с отравкой, а с травкой. Ну, вы понимаете, да, в чем смысл? Когда-то такой писатель-сатирик много лет назад Задорнов сказал, вы знаете, все из-за бабок, и не надо лохматить бабушку. Ватикан на душу, на квадратный метр самое богатое государство в мире. есть ли, но, видимо, Папе Римскому еще хочется немножко шить. Я думаю, что это совершенно реклама новых духов, на котором будут сегодня зарабатывать. Бенедикт XVI духи от папы. От папы. У нас будут врать, думая, что это от авторитета зоны с какого-то. А там зона по-другому расценивается. Я вам говорил, что означает на русском древнем языке русов и этрусков Ватикан. Нет. Вати наша Б про славянских народов становится у южных народов В. Облегчается. Поэтому это Батя на нашем языке. То есть, действительно, папа. А Кан это Кон. Это закон. То есть, Ватикан это Батя в законе. Папа в законе. Конечно, ученые не признают того, что я говорю. Но, похоже, что это не совсем шутка, то, что я сказал. Тем более, что Ватикан ну ладно, все, 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 закончили. Но слово папа прошло к нам из Ватикана. Это не русское слово. От слова пэлп. А пэлп от слова батя, папа. То есть, наша папа ушло в их батя, батя, а к нам вернулась поп. От латиноязычного пэлп. Мы сейчас прервемся на некоторое время на рекламную паузу, после которой звоните 0731 8870 в ваши смс-сообщения. Еще раз здравствуйте всем, кто слушает сейчас радиостанцию Юмор.фм. В эфире программа Неформат с Михаилом Задорным. Михаил Николаевич в студии прямого эфира. Ему помогаю вести программу я. Меня зовут Максим Забелин. И, Михаил Николаевич, позволю вам зачитать несколько сообщений с нашего мобильного портала 8870. Видимо, люди заразились вот этой историей с вывесками и так далее. У нас в Питере пишет нам есть забегаловка Pizza and Kebab House. Ой. Максим, вот мне нравится, что я торкнул людей это замечательно. Ведь в России писать на английские слова это могут только моральные уроды, которые из грязи в князе. Сколько же в Москве уродов. Вот эти тюнинговых дебилдингов, которые думают, что это крутяк. Вот в одном из городов, в котором я сейчас был, написано Second Hand русскими буквами. Вера. Понимаете, люди не въезжают, то ли у него Вера потрепана уже, то ли его жену звать Вера, она уже седьмой раз замуж вышла, потому что она уже Second Hand. Они же не знают значения слова. Вот этот американец, про которого мы говорим, Тим, он ведет на маяке программу, он мне говорит, я учил русский язык в Америке, я никогда в русский не вставлял слово окей. Я приехал сюда, меня русские научили здесь говорить окей. Максим, я выгоняю с работы всех у себя, я не работаю с теми, кто говорит окей. Я научил своих говорить ага. Это так классно, звонишь, говоришь, вы сегодня придете в 10 часов, ладно, работаю, она говорит ага. Ну, правда, ага можно говорить ага, 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 ага. А окей не имеет интонации. Я, мне нравится, что люди включились в наблюдашки и мне подобные вопросы, ой, мне недавно, простите, Михаил Николаевич, мы тоже наблюдаем жизнь, как и вы, представляете, пишет одна, стою на остановке, два студента стоят на остановке автобуса, ждут, как и я, автобуса, один молчит, другой что-то хомячит из пакета, ест, и этот молчащий говорит, кончай жрать пельмени, нечего варить будет. Народ в правильную игру включился. Наблюдение за уродами, веселее жить. Это к вопросу о том, что Нищенко говорит, что, ребята, не надо потреблять сырую рыбу, вот люди уже сырые пельмени едят. А Нищенко не знает, что хомячат невареными пельмени. Да, и просто пицца энд кебаб, да, то есть представить себе, что в Италии пицца и кебаб в одном месте, это прям удивительно. В ресторане в Воронеже готовы? Готовы точно? Дорогие радиослушатели, воздух в грудь набрали? Итальянский ресторан пельменелло блюдо называется. Я им говорю, а вы еще блинчелло назовите? Сплоши, они, они, борщелло. в Сибири, сплоши, в Сибири, славилась пельменями, всем говорю, что есть из сибирской кухни? Она говорит, равиоли. Я говорю, из сибирской кухни, ваши знаменитые сибирские равиоли? А из супа, в министроне. Я говорю, вы охренели, ребят? Вы в Сибири живете? Или где? Почему я должен приезжать? В Сибирь есть министроне. У нас есть в ресторанах, и не только в сибирских, но и на Урале, люди, которые очень продвинутые и образованные. Вот, в частности, пишет нам из Ростовской области, в одном китайском ресторане в городе Екатеринбурге меня исправили не суши, а суси. А, по-русски. По-русски правильно говорить не суши, а суси, сказали и китайцы про японскую еду. Нормально в башке у славян намешано, что сегодня. Я читал, вот, гениальное объявление, вот, показывает, что у нас творится в жизни нашей, как мы все смешали. Магазин Интим переехал в детский мир за дел оружия. Объявление. Это вот суси, суши к вопросу. Еще одно сообщение, которое я не могу не прочитать, оно просто чудесное. Пишет нам, к сожалению, Алексей, да, Алексей из Саратова. Михаил Николаевич, американский фильм «Звездные врата». Их спецназ улетел к Сириусу за 20 световых лет. Радист покрутил армейскую радиостанцию и говорит, командир, связи нет. Но многие даже не въедут, почему мы с вами хохочем. Но я вообще эти фильмы, вот, я удивляюсь, как в мир это смотрит. когда, допустим, во-первых, во всех американских фильмах, вот, как можно узнать американский фильм, если выключить звук, не знать название? Во-первых, обязательно мочатся в туалете. Кто-то из менеджеров их кино вычислил, что если показывают съемки в туалете, видимо, выше рейд. чистят зубы обязательно в туалете и бегают по дорогам. Бегают. Так как американские актеры, по-моему, вообще никто не бегает. Причем они убегают от мотоциклов. Бежит полицейский, догоняет катер, только катер уходит в море, он бежит по тротуару, догоняет катер. Я дуреваю. И мир верит в это. Верит, что это лучшие фильмы в мире. Да, на хорошей пленке. Да, хорошее качество. Того, кто бежит, видна восьмая волосинка за левым ухом. Но, разве этим искусство оценивается? Михаил Николаевич, у нас с вами есть один знакомый... Ой, простите, хорошо, что стали сами замечать вот эту дрянь. У нас с вами есть один знакомый кинопродюсер, помните, да я про Альберта говорил. Да, да, да. Потом нужно посоветовать, собственно, рецепт этого успешного фильма. Туалет. Бегущий человек, куда? В туалет. И чистит зубы. И чистит зубы. Обязательно. Еще фильм, пишет нам Алексей из Саратова, смс длинная, поэтому я поставил... А и начинается всегда. Вот русские фильмы начинаются с природы. А пушка, полянка. Иностранцам полянка, а пушка, тропинка не цепляет их. И они всегда с какой природы? Манхэттен. Любой американский фильм начинается с растущих небоскребов, как будто их поливают и как будто это природа. Еще фильм про войну, пишет Алексей. Какой-то город, фашистские флаги, солдаты и субтитры. Шотландия. Август 1944. Гениально. Мне это напоминает сочинение, в котором тоже сдавший, получивший аттестат бывший школьник написал, когда на Куликовское поле вышли советские дружинники, на них из-за кургана выскочило татаро-монгольское иго. Это сплошь и рядом сегодня. Путаются времена, Наполеона считает фашистом, это очень часто встречается. Вы знаете, я хотел бы здесь поднять одну новость, которая пришла на этой неделе, раз уж мы подводим итоги недели. Новость просто удивительная, на мой взгляд. Так вот, няня-транссексуал Барака Обамы к вопросу американцев и их фильмов. Мечтает встретиться со своим бывшим воспитанником. Индонезиец, который в конце 60-х годов был няней президента США Барака Обамы, надеется когда-нибудь снова увидеть Барака. Как выяснилось, 66-летнее нечто по имени Труди живет сейчас в трущобах Джакарти, зарабатывая себе на жизнь тем, что стирает одежду соседей. Я только снова хочу увидеть маленького Барри. Это прозвище Барака Обамы. Барри. Да, выяснилось, что мать Барака Обамы приняла на работу этого транссексуала в качестве повара, но дело закончилось тем, что наемный работник в течение двух лет выполнял обязанности няни, будущего президента США. Пока Барак Необаму на это никак не отреагировал. То есть, наняла поваром, оказалась повариха. Сделала кормящую няней. Интересно, кормящий он был или не кормящий? Но, судя по всему, Барак Обама нам, значит, еще преподнесет сюрпризы. Самый политкорректный президент в мире. Михаил Николаевич, у нас есть традиционная наша рубрика, которая называется «Вопрос от звезды». Сегодня она будет посвящена... От кого же? Она от Игоря Крутого. Круто. Да, и будет посвящена тоже местности, которую вы не понаслышке знаете. Это Юрмал. Давайте послушаем. Неформат. Вопрос от звезды. Здравствуйте, я Игорь Крутой. Хотелось бы задать мой вопрос Михаилу Задорнову. Михаил Николаевич, как вы относитесь к тому, что новая волна вернулась в Юрмалу? Вы знаете, что меня Игорь сейчас порадовал. Дело в том, что я не знал, что волна вернулась в Юрмалу. Когда я уезжал из Юрмалы, вообще, главная новость, которую переживали все и в Юрмале, и в Латвии, это то, что не будет новой волны. В это время были какие-то политические события в Латвии. Все по боку. Все говорили о новой волне. Поэтому то, что возвращается, конечно, это классно. Знаете, я даже, ну, чтобы не просто так делать комплименты новой волне, я объясню, почему я считаю, что это очень здорово. К новой волне готовятся с зимы. Билеты раскупают зимой. Женщины шьют наряды, покупают ювелирку, худеют, сидят на диете, оздоравливаются. Я, например, сказал себе, что я в следующий раз поеду, поеду, приеду на новую волну, только если куплю новую ювелирку и оздоровлюсь. Но, шутки шутками, самое главное дело, которое делает новая волна. Знаете, какое? Вот сейчас идет разговор о русском языке в Латвии. Непризнание, это в политический вопрос все возвели в некую политическую проблему. А на самом деле новая волна ведь что делает? Приезжают со всего мира артисты выступать. Они начинают говорить по-русски, потому что вокруг все говорят по-русски, но думают, что говорят по-латышски. Новая волна делает то, что не могут сделать политики. Оно привлекает внимание к российской культуре, к культуре общей мировой, а не к националистическим ценностям. У меня есть такая философия. Впереди первыми для налаживания отношений, первыми должны налаживать отношения международными люди культуры. За людьми культуры обычно ныряют бизнесмены и наваривают бабки на идеях людей культуры. Потом приходят политики и отнимают у бизнесменов бабки, наваренные на идеях людей культуры. А потом порой приходят военные. Нет, друзья, уж лучше новая волна люди культуры. Я думаю, что Игорь абсолютно удовлетворен вашим ответом. У нас сейчас раздаются звонки. Крутой ответ! Крутой, да. Мы вернемся в студию через несколько минут. Оставайтесь с нами. Еще раз добрый день, дорогие друзья. Продолжается программа «Неформат» в эфире радиостанции «Юмор.ФМ». Михаил Николаевич Задорнов, наш постоянный ведущий этого программы, ему помогаю принимать звонки и читать сообщения. Я Максим Забелин, продюсер радиостанции «Юмор.ФМ». Я хочу вам зачитать несколько сообщений, но прежде скажу вот что. Мы только что обсуждали с Михаилом Николаевичем то, что приходит большое количество сообщений, смс-сообщений, где люди уже начинают какие-то наблюдения, как вы называете, наблюдашки, Михаил Николаевич, присылать. Или наблюдизмы. Да, и здесь... Начали присылать нам уже свои... На самом деле их очень много, друзья. На сайте веселаярадио.ру они все сохраняются. Пожалуйста, заходите, читайте их все, потому что я не могу их, к сожалению, все озвучить. Но вот некоторые я зачитаю. По телевизору в передаче «Безумно красивая» девушки на полном серьезе сказали, что килограмм гвоздей тяжелее килограмма ваты. Вот. Ну, это старый розыгрыш. Да, да, да. Попарилось целое поколение на этот розыгрыш. А что вы хотите, если Медведев говорит нашей молодежи респект и уважуха об образовании? За Медведевом я записываю. Когда он назвал Каддафи нер... Сейчас, сейчас, дай бог памяти. Нерукопожатное... Каддафи, сказал Медведев, нерукопожатное лицо. Это где он такое лицо видел? Это мне напомнило, знаете, цитату из одного милицейского протокола. Милиционер написал, еще будучи милиционером. Я схватил подозреваемое лицо за руку. Ну, конечно, респект для его жуха, для него, может быть, это и возможность хоть как-то прослыть грамотно. У нас есть еще одно сообщение, благодаря нашей службе информации я вот сейчас его нашел. Виктор Янукович, президент Украины, опозорился, перепутав Туркменистан и Казахстан. Так вот, в очередной раз он публично оконфузился, пишет Укрхомнет. Во время встречи с коллегой из Туркменистана Гурбангулы Берды Мухамедовым он оговорился, спутав его страну и назвав Казахстаном. Нормально? Имя и отчество он не, и с вами или он не перепутал, а страну перепутал. Дорогой Гурбангулы Берды Мухамедов, добро пожаловать в из Казахстана. Президент Казахстана. Кстати, сообщение, что это был первый визит за последние 10 лет президента Туркменистана, видимо, последний. Первый и последний, долго еще не будет. Но вообще Янукович ведь радовал много нас. Он ведь сказал, что он будет, он заставит детей в Украине учить стихи Чехова, а потом сказал, что его любимый ПТС Ахметова. Ну, понятно, кто спонсирует этот любимый поэт. У нас есть звонок от Владимира из Калужской области. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте. Михаил Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Михаил Николаевич, хотелось бы узнать, мы сегодня разговаривали, слышали разговоры о том, что надо поднимать образованность нашего населения. Образование. Да, хорошо, правильно. Вот. Хотелось бы узнать, а как относится человек к православию и к тому, чтобы, если вернуть народ к тому образованию, которое было в царской России, да и вообще. Я, так скажу, вопрос понятен, попытаюсь понятно ответить. Не надо возвращаться никогда назад. И стремление идти вперед, на мой взгляд, правильно, потому что, если человек идет вперед, а все время оглядывается назад, он будет часто спотыкаться. Другое дело, что надо понимать, что у тебя, что было сзади хорошего. И вот это надо помнить. Человек, не помнящий прошлое, плюет в будущее. И я считаю, что в царское время были замечательные, скажем, учебники по математике, по физике. В советское время роскошные были учебники по математике, по физике. Да, я понимаю, был марксизм, ленизм. Кстати, все равно изучать его надо. Другое дело, что по-другому относиться надо к этому. Но, почему надо было убрать из учебников задачки по математике, допустим, и взять такую франшизу, извините за это грубое выражение, западных учебников. Ну, как, вот скажите, вот я выписал задачку. Как раз пришелся вопрос на... Я давно хотел привести пример. На маленькую Элли, третий класс, и ее друзей, на маленькую Элли, напали 8 больших саблезубых тигров. Бедненькая Элли. Да, третьеклассника начнет в Паркинсоне всю ночь трясти. Но, это не все. И 4 маленьких саблезубых тигров. То есть, 8 саблезубых тигров с маленькой не могли ничего сделать, с 3-летней Элли. Еще 5. Сколько всего тигров на них напали? Ребят, нельзя по-другому научить складывать. А это в закол... В городе, в городе. Вы представляете, что с детьми будет? Это сегодняшний Минобразин. Многие родители даже не знают, что с их детьми будет после этого. В городе живут... Радиослушатели, решайте задачу. Нет, нет, представьте условия задачи. Картинно. В городе живут только собаки и коты. Уже дрянь. Однако, 10% собак думают, что они коты. Да это в Кащенко их свести надо. А 20% котов думают, что они собаки. Друзья мои, сплошь. Условия, условия, ну то есть, условия, что нужно выяснить. Там надо... Когда на земле произошел апокалипсис? Нет, там действительно смешные... Вот, например, там такие условия, например, белочку с полными лапками орехов. Вы когда, Максим, последний раз видели белочку с полными лапками орехов? Это не... У нее же в ладони, как у грибца такие, да, олимпийского. Посадили на край стола и толкнули. Да сволочи вы! Она с орешками сидит, а вы ее толкнули. Она упала, надо посчитать скорость, с которой она приземлится. Нормально? Это высота стола данная. Я говорю, вы дайте еще посчитать радиус разброса орехов. И вообще, при чем тут орехи? Но, вот я сейчас вам задачку зачитаю, и я прошу всех радиослушателей прислать правильный ответ. Три мухи, уже гадость, в полдень сели три мухи на секундную, минутную, часовую стрелки, часов, и поехали на них. Когда какая-то стрелка обгоняла другую, сидящие на этих стрелках мухи менялись местами. А если секундная стрелка обгоняла часовую, минутную, надо время, то местами менялись только мухи с минутной. О, мухи! Что не муха, то Нобелевскую премию надо дать. Вопрос, сколько кругов проехала каждая муха до полуночи? Вот вам ответ. Ну, я не... 8-8-8-7-0, друзья. Я не могу год решить эту задачу. Я пробовал мух приклеивать моментом к секундным стрелкам, к часовым стрелкам. Но самое интересное, когда я об этом читаю, эту задачку зачитываю на сцене, ко мне иногда за кулисы приходит отец умный и говорит, повторите условия задачи. Мы хотим все-таки попытаться ее решить. Ой. Вот вам насчет образования. Я никогда с этой темы не уйду. С темы образования. Нам пришло сообщение, Михаил Николаевич, я должен его вам зачитать. Михаил, не ослабляйте напора, только заставляя людей слушать, видеть и думать, можно изменить нашу жизнь к лучшему. Правильно. Спасибо большое. Ага. Отвечай. Не окей. Ага. Я предлагаю сейчас перейти нам к... К рекламе. Нет, не к рекламе, а к нашей традиционной рубрике, она называется Блиц. Перед тем, как Блиц начнется, хочу сказать, дорогие радиослушатели, все песни, которые звучат в нашей передаче не от меня. И потому что я только что говорю организаторам нашей передачи, ребят, ну надо же нормальные песни ставить на русском языке, а то я про русский, про русский, а там все не на наше. Это, конечно, хорошо, мы не понимаем слов. И слава богу, но когда тут одна вот была песня Я тебя люблю, я говорю, вот хорошо, что у вас после этого идет реклама лекарства для потенции. Потому что после такого голоса им потенция обеспечена. Вы потом послушайте песню. Сейчас переходим к губе. Нет, нет, давайте уж, Михаил Николаевич, тогда перейдем к песням и послушаем сейчас. Хорошо, давайте. Итак, реклама, во-первых, про повышение потенции. И потом песни на юмор FM. Для равновесия с этой рекламой. Да, друзья, 8870, номер для ваших сообщений, 0731, звоните нам, а пока послушайте замечательную песню и про лекарства. И после песни про лекарства я не могу не зачитать несколько смс-сообщений. Михаил Николаевич, с вашего позволения. Да, да, да. Помните, да, мы перед тем, как уйти на рекламу, говорили о том, что есть задача, где мухи сидят на секундной, минутной и часовой стрелке, а не каким-то образом. до сих пор решают. Пришло значительное количество ответов, где-то, ну там, разница показательная. Но самый главный следующий. Привет, мухом головы срезала секундной стрелкой. Челябинская область. Вот нормальные ребята есть все-таки у нас, которые понимают, что произойдет. Вот так же будет со всеми, кто верит в выборы. Также из наблюдашек, ну поскольку о Челябинске заговорили, в Челябинске есть вывеска на английском языке. Ну тогда по-английски пришло. Business Travel Service. Иван Сусанин. Видимо, тоже на английском языке. Это турбюро Иван Сусанин. Дурбюро это. Ой, перед въездом в Челябинск, Максим, стоит кафе, которое называется Готовы? Подкрепись-ка. И буквы подкрей не горят. Погасли. Ну, мягкий знак, все как надо. Все ясно. Ну, давайте дальше. Не знаю, как к этому относиться, как к шутке или на самом деле, но вот пишет нам из Красноярского края, что на Красноярском областном радио диктор читала гороскоп. Там что-то хорошее сулили раком звезды. И она прочитала про это и говорит, ой, как бы я хотел сейчас стать раком. Я молчу, заметьте. Я даже не комментирую. После этого минута молчания объявлена на всех радио должна быть. Ну, да. Я вообще-то рак. Поэтому я и замолчал, потому что мне как-то вообще не очень это приятно все. Но я уже в позиции льва. Но не наоборот. То есть я уже поздний рак, стоящий львом. Михаил Николаевич, еще одно сообщение, которое подходит в нашу рубрику «Наблюдашки». Она уже началась на нашей рубрике. Люди пишут туда. Друзья, спасибо вам огромное. Объявление на дверях поликлиники. Помогу костылями новые ИБУ. Класс. Ну, что еще? Слушайте, так это мы скоро с вами действительно можем ничего не говорить, просто зачитывать и так чуть-чуть дополнять. Вы знаете, я как продюсер станции сейчас сиджу и абсолютно на полном серьезе размышляю о том, что мы сделаем, наверное, рубрику, куда каким-то образом будем озвучивать вот эти сообщения, потому что они чудесные, они очень смешные, они... Ой, я много их получаю. И с тех пор, как я стал высмеивать вот этих уродов, которые пишут на английском языке, наши, многие, поняли меня и стали называть все по-русски. Но это еще интереснее. Например, есть магазин одежды больших размеров и называется человеческая одежда. Чтобы вы не думали, что чехол это электричек там запустит. Ой, а блюда по-русски стали называть. Я ел в Таганроге, Максим, свиные хрустящие, да, крылышки. Вы когда у свиньи крылья в последний раз видели? Давайте дальше затеянуть. Нет, я просто хочу прочитать одно сообщение, Михаил Иванович, оно пришло к нам из Латвии. Михаил Николаевич, повторите условия и какой вид мух. И какой вид мух. Блин, навозные мухи. У нас осталось совсем немножко времени на то, чтобы провести нашу традиционную... Кстати, про навоз, извините, и про Латвию. Это не шутки ниже пояса. Первым секретарем был ВОЗ. И ВОЗ жил с нами, с нашей семьей забор в забор. У меня истерика началась, когда пришли менты, милиционеры, милиция охраняла эти ученики. Говорят, у ВОЗа беда, у него украли навоз. Я иногда, знаете, я иногда ухохотываюсь над дурацкими, детскими шутками. Они такие прозрачные и лучше, чем во многих пошлых современных передачах. Вы знаете, есть в Москве театр Натальи Сац, имени Натальи Сац. Ну, конечно. И там была секретарем руководителя Худрука, или я не помню, как звали этого господина, но у него была Серафима Руц. Да, Сац и Руц. И когда приехала комиссия, некая межведомственная с проверкой, они спросили, а где художественный руководитель? Он сейчас Сац, и мы сказали, нет, они сейчас срутся. А в Одессе есть такая фамилия Фор. Симафор. А там смотрят и говорят, а я Светофор. Я от фамилии иногда... Я работал на Куринских островах в 68-м году рабочим в ботанической экспедиции. И у нас... Со мной рабочим был смычок, Сашка. Я не знаю, где он сейчас. А, прислали кандидат наук Скрипка. И она знакомится, говорит, Скрипка. А он ей руку протягивает, смычок. Она говорит, выгнать его! И он издевается. Чудесно. Мы сейчас хохочем, как дети. Но надо иногда детьми быть. У нас остается... Мы БЛИЦ хотели повезти. Пять минут на БЛИЦ, потому что иначе мы не успеем. Итак, давайте. Люди звонили в течение недели, задавали вопросы. Это, по нашему мнению, лучшие пять вопросов недели. Михаил Николаевич. Неформат. Пять лучших вопросов недели. Номер пять. Евгений Александрович, город Тамбов. Михаил Николаевич, здравствуйте. Вы были у нас в Тамбове и забыли шапку у меня в машине. Куда вам ее отправить? Или это не ваша шапка? Он намекает, что на что надевают шапку обычно. Но вообще, я вас спрошу, это хорошая шапка или нет? От этого будет зависеть мой ответ. Нет, но это он придумал. Он в КВН со мной решил поиграть. Мол, шапку, на воре шапка горит, на воре шапка горит. Давайте послушаем следующее. Неформат. Пять лучших вопросов недели. Номер четыре. Здравствуйте, Михаил Николаевич. У меня такой вопрос. После вашего совета я стал по-другому относиться к пробкам. И заметил, если, правда, никуда не спешить, то и пробок нет. Вот и весь вопрос. Ну, смотрите, мы не зря в эфир выходим, правда? А еще я видел классную книжку, но не советую. Йога за рулем. Вот это уже догадались в Москве выпустить. Какой же талантливый народ у нас. Нет, вы меня порадовали своим сообщением. Благодарю вас. Неформат. Пять лучших вопросов недели. Номер три. Здравствуйте, я Оля из Кемерова. Однажды я прочитала в вашей книге такую смешную шутку, но не помню, в какой именно и о чем она. Сейчас перезвоню, подождите. Вот больше унизить автора нельзя было художника. Я прочитал смешную шутку, одну из всей книги, и то не помню, в чем она. Нормально. Там самое удивительное, что девушку прервали, да, у нее что-то случилось, но она наверняка шутку... Гаишник остановил, видимо. Скорее всего. Неформат. Пять лучших вопросов недели. Номер два. Добрый день. Меня зовут Иван. Михаил Николаевич. А кого поставят на бегах? Клички боец или стремительный? Я надеюсь, с вашим прогнозом мне, наконец, повезет. Стремительный. И потом скажите, сколько вы выиграли, и люди узнают, что я волшебник. Неформат. Пять лучших вопросов недели. Номер один. Здрасте. Меня зовут Людмила, я из Новосибирска. Я слушаю вас постоянно, у меня вопрос. Правда, что эфир прямой. Вот говорят, что программа уходит в 15 часов, а у меня на часах уже 18. Значит, у меня запись, да? Ой, родная, ну как же тебе объяснить, что Земля все-таки вертится? И она круглая. И она круглая. Сложно будет. Не смогу ответить на этот вопрос искрометно. Да, Михаил Николаевич. Есть учебник физики Пёрышкина, 6 класс. Надо почитать. Вы мне показывали вот этот Глобус Америки, да? Да. Перед программой. Вот, видимо... Я шутил про Глобус Украины, американцы таки выпустили Глобус Америки. Интересно, что мне иммигранты наши подарили Глобус Америки. У меня единственное есть Глобус Америки. Друзья, спасибо вам за то, что вы были вместе с нами в течение этих двух часов. Программа «Неформат» прощается с вами до следующей недели. У нас будет однозначно большое количество поводов для того, чтобы обсудить их. Я, правда, не знаю. Да, на следующей неделе, по-моему. На следующей неделе, по-моему, в четверг. Мы 29-го должны выходить в очередь. Мы выходим, да, 29-го в четверг. В следующей неделе Михаил Николаевич отправляется. А кто хочет послушать новости не в эфирном варианте, а как ко мне подходят и говорят, ой, мы вас вживую видим, как будто вне меня обычно мёртвых. Вот кто хочет вживую, это 6-го числа, концертный зал Павла Слободкина на Арбате. Зал восхитительный. Я удивляюсь, почему там не идут концерты. Он такой классный, что я там делаю долгий перерыв. Там самые вкусные бутерброды. Это значит, что это один из лучших театров, где вкуснее бутерброды. Друзья, обязательно встретимся скоро с вами. Всего вам доброго.